Сегодня мы продолжим говорить о науке и прежде чем мы покинем это поле, стоит поговорить еще об одной концепции, которая в большой степени недопонимается как неверующими, так и христианами, ввиду очень большого влияния как материализма, так и языческих до христианских религий. Концепция это концепция времени, то есть поговорим мы с вами о времени. Значит дело в том, что еще когда я учился в университете на физике, то нас физиков в то время учили, что время это одно из свойств материи, поскольку материализм в качестве его божества является что? Да, мы говорим, что изм показывает, что является божеством. Божеством является материя, и поэтому все, что есть, это материя, и мысли это материя, и время это материя, то есть все в конечном итоге свойства материи. Ну, пространство с материи легче соотнести, потому что материя в пространстве располагается. Располагается ли материя во времени? Это уже вопрос очень интересный. Или время в материи располагается? Вообще время существует или нет? Мы время обычно делим на три категории. Какие три категории? Прошлое, настоящее путь. Это три равные категории по увеличению или нет? То есть бунт настоящего, столько же, сколько прошлого. Нет, настоящий это вообще миг один. То есть есть три категории. Прошлое, настоящее и будущее. Есть только миг между прошлым и будущим. Кстати, что там в песне дальше поется? И вновь называется жизнь. На самом деле это глубочайшая философская концепция. А прошлое? А мы есть или его нет? Было. Так было или есть? Было. Есть, конечно. Его можно потрогать? Нет. Не, ну потрогать. Ну я то знаешь, оно выйдет. Но оно в память для нас есть. У нас есть память. Спору нет. Но реально, как физическое время, оно есть. Получается так, что оно уходит. Да, его нет. Прошлое, его сразу и нет. Нет. Ты как винюх. Как мед. То есть время, оно очень странный предмет. Оно только есть, его сразу нет. Значит, прошлого уже нет. Память вот там у нас где-то сохранилась. Там обломки, там, как убраться. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Вот. И... Хорошо. А будущее есть или нет? Будущее еще нет. Будущее еще нет. Так что же у нас тогда есть? Стоящее. И много его у нас? Один только миг. Да. Один только миг. То есть время, само понятие время, как таковое, это нечто реально физически не существующее. Реально существует только одна точка нулевой протяженности, которая называется настоящие. Того, что было до нее, нет. Того, что было после нее, еще нет. Вот. И когда мы начинаем там путешествие во времени, там всякие там... Измерить назад в будущее. Измерить машину времени. Там, изменитель времени последних христианских. Вот. Интересная такая притча. Мы понимаем, что это все лишь нечто умозрительное. Когда же мы начинаем говорить о реальных каких-то способах влияния на время, измерения времени, то мы попадаем в просаг. Именно в такой просаг попадали греческие философы, которые... На самом деле идея, что время – это свойство материи, это древняя довольно философская идея. В том числе греческие философы-материалисты ее развивали, начиная с того же самого Лукреция. И в итоге они приходили к очень интересным таким парадоксам. Например, парадокс Зенона. Парадоксы, их называли опорьи, то есть высказывания, содержащие в себе нераскрытые противоречия, нераскрывания мои. Вот. Например, такая опорья Зенона, как опорья о движении. Зенон сказал, что движения не существует. Потому что в каждый конкретный момент времени летящая стрела находится в определенной точке пространства. И таким образом, то, что мы называем движением, является ничем иным, как последовательностью в состоянии покоя. Рассказывает, что его оппонент, когда он, с точки зрения Зенона, объяснял, просто встал и начал ходить вокруг. Вот. И когда Зенон спросил, что ты ходишь, мешаешься, скажешь, я не хожу, движения же не существуют. Вот. И у раннего Пушкина в подражании Ломоносова даже стихотворение есть на эту тему. Движения нет, сказал. Один мудрец известный, другой что-то там стал и начал ходить. Лучше не мог он возразить, я не помню. В общем, он такой четверостишливый в стиле Ломоносова. Вот. Другая опорья Зенона называлась Ахиллес. Значит, Ахиллес, герой, полубог, получеловек, самый быстрый, самый сильный, гонится за черепахой. В некий промежуток времени Ахиллес пробегает половину оставшегося расстояния между ними. Черепаха за это время чуть-чуть надвигается. За следующий промежуток времени он пробегает половину оставшегося, нового оставшегося расстояния. Черепаха еще чуть-чуть надвигается. За следующий промежуток времени пробегает половину еще чуть-чуть оставшегося. И таким образом можем рассуждать бесконечно, и Ахиллес черепаху никогда не догонит. Вот. Все эти ошибки были именно потому, что языческие философы неправильно понимали, что такое время. Время на самом же деле это способ, это не какое-то свойство, а это способ наблюдения. Время выполняет функции измерения длительности процессов, а также дает нам возможности усмотреть, какой из событий является предшествующим, какой последующим, дабы мы могли видеть причинно-следственную связь между ними. И Библия, на самом деле, Библия представляет нам всю историю Земли как линейный процесс во времени. То есть есть некая история отношения Бога и человека, сам Бог вне времени, обратите внимание, он вне этого всего. Вот. Но на эту историю, вот понимаете, как артиллерийский бинокль смотришь, там нанесена сетка, чтобы мы могли определять взаимное расположение объектов на местности. То есть также вот сетка времени нанесена на эту историю, чтобы мы могли соизмерять эти объекты, где там полнота времен, когда, значит, заключен завет, когда пришло время искупления и так далее. Обратите внимание, у язычников время либо было свободно, значит, делимо, как мы это видели у Зенона, либо большинство языческих философов считало время цикличным. Поскольку время измерялось по светилам, а светило циклично движется по небосклону, то, значит, и время является цикличным, оно повторяется снова и снова. Но Библия надает совершенно другую картину. Очень интересно, что понятие времени вводится, вот описание времени в Библии является самым точным с точки зрения физики. То есть, во-первых, если мы имеем некую шкалу измерения, что нам нужно? Нам нужно точку отсчета, нам нужно, значит, единицу измерения, нам нужен способ измерения, правильно? Любой процесс. Значит, Библия задает точку отсчета в начале. Весь рассказ, вся история отношения Бога и человека, значит, начинается с этих слов. В начале. Вот нулевая точка. В начале сотворил Бог небо и землю. Там же вводится единица измерения, день. Причем вопрос, а что же было днем до сотворения Солнца и Луны? Вопрос, ну, наверное, пятиклассник ответит на этот вопрос гораздо проще, чем какой-нибудь там доктор Ном. Потому что мы-то знаем, потому что мы-то знаем, что день к Солнцу никакого отношения не имеет. Мы при помощи Солнца измеряем дни. Но день – это не период обращения Солнца вокруг Себя. Не период обращения Земли вокруг Солнца. День – это что? Ну, что такое день? Чем зависит? Понимаете, день? Время. День – это день сутки. Ну, сутки. Нет, сутки – это и ночь, и месяц. Солнце вокруг Земли вращается? Вращается. Земля вращается. Хорошо, а что такое день? День – это вот… Год – это оборот Земли вокруг Солнца. День – это? Ну, светло когда, да? А потом, когда наступает. Оборот Земли просто вокруг Солнца. Совершенно верно. День – это оборот Земли вокруг себя. То есть, если Солнца нет, мы можем… День существует или не существует? Существует. Мы его не можем измерить без Солнца. Потому что нам нужна какая-то, значит, самая шкала вне наших для измерений. Но день – это оборот Земли вокруг себя. Поэтому то, что Солнце создаётся и Луна только лишь на четвёртый день, это никаким образом не мешает дню быть с самого начала. Смотрим, в Севере, когда полярный анонсинитр. Без Солнца существует. Ну, день – это всё равно так же, как… Водня, блин. Да, поэтому… Поэтому, значит, эскимосы победили в соревнованиях, кто больше сзади не был илит рыбы. Чтобы день длился полгода. Вот. Значит… Итак, вводится единица измерения – день. А дальше, говорится, вводится способ измерения. Как мы этот день будем измерять? Как раз Бог на четвёртый день говорит, «Да будут светило на Тверде Небесной, для отделения для от ночи, и знамений, и времён, и дней, и годов». По знамениям, кстати, здесь понимаются в виду не мистические знамения, чудесные, а знаки, когда проводить священное собрание. Вот это слово, впоследствии для проведения священного собрания. То есть, вот почему евреи Пасху празднуют по лунному календарю. У нас Пасха гуляет. То в одно время, то в другое. Потому что светило для знамений, то есть, для определения времени священного собрания даны. День – это, как мы уже видели, это период обращения Земли вокруг себя. И от наличия светила он никоим образом не зависит. И далее, понятие времени применимо лишь к материальному миру. Вне материи, пространства, энергии движения, время неприменимо. И вечность – это отсутствие времени. В книге Откровения мы читаем. «Ангел, которого я увидел стоящим на море и земле, поднял руку свою к небу и поклялся живущим во веки веков, который сотворил небо и всё в нём, и землю и всё, что на ней, и море, и всё, что в нём, что времени уже не будет». И очень интересная эта фраза. И Иоанн вообще любит эти двухмысленные фразы, да? Там ветер дует где хочет, шум его слышишь, а откуда пришёл – не знаешь. Так же бывает с рождённым от духа. Ветер и дух – одно и то же самое слово, да? Рождённый свыше, рождённый заново. Вот. И вот тут точно так же такая очень интересная формулировка у Иоанна. Тоже двойная. То есть времени уже не будет, это имеет двойной смысл. То есть, с одной стороны, уже больше не остаётся времени для покаяния. Если мы говорим эту фразу к прошлому. То есть время заканчивается данное, отведённое для покаяния. С другой стороны, наша фраза, отнесённая к будущему, говорит, что в будущем не будет времени. То есть мы будем вечно славить своего отца не очень долго, что уже надоест, а вне времени. И Творец же сам существует вне времени, он вечен. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом. О чём молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Но с распространением христианства среди язычников, в христианство начинают проникать языческие идеи. Голинистические обряды о времени, как о свойстве космической материи. То, о чём мы с вами говорили. И уже в IV веке Василий Великий, один из ведущих апологетов, я говорю, что он основоположник научной апологетики. Если до этого апологетика основа была исторической, то Василий Великий закладывает основу научной апологетики. И он пишет труп под названием «Опровержение на речи Евномия». В основном Евномию во всевозможных ересях обвиняет, не христианских. Но дальше он хритикует идею времени заимствованную язычников, на которые опирается Евномий. И Василий Великий пишет следующее. «Этот мудрый на всё человек до того простёрся, что определяет нам природу времени. Он говорит, что в времени есть какое-то качественное движение звёзд, солнца и луны, которые имеют силу двигаться сами собой. Тогда продолжение бытия неба и земли до сотворения звёзд, чем назовёт этот сильный в испаренных познаниях? У кого же такой детский ум, чтобы не знать, что дни, часы, месяцы, годы есть меры, а не части времени?» То, о чём мы говорили, это меры времени, а не его части. Потому что времени нельзя делить на части то, чего нет. Мы можем мерить, как давно было что-то и прочее, но частями времени оно не является. А время есть продолжение, сопротяжённое состоянием мира. Им измеряется всякое движение, звёзд ли, животных ли, или чего бы то ни было движущегося. Евномий же по елику звёзды движутся во времени и называет их заждителями времени. Таким образом, по учению этого мудреца по елику жужелицы движутся во времени определим время так, оно есть какое-то качественное движение жужелиц. Ибо от всего ничем не отличается сказанное им, кроме важности, название. То есть мы видим, что ранние христиане сами язычники происхождения. Василий Великий сам в прошлом язычник. Но через Библию он начинает понимать сущность мира и критикует языческие учения на уровне, до которого только сегодня физика современная начинает доходить и понимать, что же такое время на самом деле. ВООБЩЕНИЕ Преодолжение следует... Продолжение следует...